МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И извинения не приняты. Еврокомиссия выставила Фейсбуку ультиматум в две недели. Спустя два дня после страшной трагедии в Кемерове президент Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура. С родственниками и близкими погибших, среди которых по официальным данным на этот час более 40 детей, скорбят все. Свои соболезнования и слова поддержки выражает и наша редакция Дойче Велли. В нескольких городах, в том числе и в самом Кемерове, во вторник были стихийно организованы акции памяти по погибшим. Многие из собравшихся людей выражают недоверие к властям и обвиняют их в бездействии и неоказании своевременной помощи, а также замалчивании фактов о жертвах трагедии. Погибло очень много детей и погибло именно из-за безответственности руководства. Я проезжала мимо в 16.20, когда только все начало, налось, еще только горело. И то, что масштабы, это будет такого масштаба, я даже представить не могла. И больше всего меня поражает то, что они замалчивают от нас правду. Далекие родственники, к сожалению, погибшие и не вернувшиеся с кинотеатра домой. Это достаточно далекие, но родственники, все-таки свои люди. И есть очень близкие знакомые, которые тоже не вернулись из кинотеатра. Просто люди сгорели заживо. Об этом нельзя молчать. Нужна жесткая позиция народа по этому вопросу. Участники митинга требуют прозрачного расследования причин пожара в Зимней Вишне и отставки властей. В том числе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и местных чиновников. Губернатор Тулеев во вторник к людям так и не вышел, но зато лично извинился за пожар в торговом центре перед президентом Путиным, который прибыл в Кемерово. При этом об отставке губернатор, как и ожидалось, также ничего не сказал. На месте событий в Кемерово работает наш специальный корреспондент Михаил Комодовский. Михаил, выступающих на стихийных акциях, в том числе в Кемерово, в память о жертвах пожара, некоторые представители власти назвали оппозиционерами и даже бунтовщиками. Более того, прозвучало и то, что кто-то себя на этом горе в Кемерове пиарит. Так кто же те люди, которые сегодня вышли на улицы в Кемерово? И как вообще город справляется с этим горем? Здравствуйте, коллеги. Среди тысяч людей, которые пикетировали сегодня здание областной администрации вот на этой площади, были не только те, кого непосредственно коснулась эта трагедия, но и обычные жители города Кемерово, которые хотят, чтобы правда восторжествовала и чтобы общественность узнала истинные причины возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». Мне удалось пообщаться с родственниками погибших детей, и они говорят, что им горько слышать такие оценки и такие суждения со стороны политиков. Они говорят, что будут продолжать пикетировать здание, будут продолжать свои собственные расследования до тех пор, пока на их вопросы не дадут четких ответов. Участники митинга требуют отставки местных властей. Поступает довольно противоречивая информация и о числе погибших, и о числе, скажем так, пропавших без вести. Скажи, с какой ситуацией мы сейчас имеем дело? Это недостаточное поступление официальной информации обрастает слухами? В городе царит атмосфера безысходности. Люди не знают, откуда черпать информацию. Сейчас на помощь жителям Кемерово приходят мессенджеры, информационные сайты и социальные сети. С помощью них они общаются между собой и передают, возможно, непроверенные, но последние сводки из моргов, из больниц. Люди хотят слышать правду не только с экранов Ютуба, например, но и еще с экранов государственных телекомпаний. Например, сегодня мои коллеги с Первого канала работали на площади, и когда люди начинали говорить об отставке губернатора Кемеровской области, они просто отводили микрофон. Естественно, этого в эфире, я думаю, и, как думают спикеры, они не скажут. При этом, по официальной информации, погибло 64 человека. Среди них 41 ребенок. Инициативные группы, которые были организованы самими жителями города Кемерово, говорят о 86 людях, которые пропали без вести. Ручаться за их судьбу они не могут, точной информации у них нет, но могут сказать, что эти люди не выходили на связь с родственниками уже долгое время. Михаил Владимир Путин назвал причинами пожара халатность и разгильдяйство. Что по этому поводу думают митингующие, и верят ли они вообще, что виновники этой трагедии будут найдены? Люди до последнего надеются найти виновных и обращаются как к местным властям, так и взывают к Владимиру Путину, который, к слову, не приехал сегодня на площадь перед областной администрацией, хотя его тут все ждали. Владимир Путин сегодня встретился с пострадавшими в больницах и с инициативной группой, официальной инициативной группой. Очень многие активисты на площади были расстроены и разочарованы тем, что их не пригласили за круглый стол с властью, и они будут делать все для того, чтобы свет правды пролился на ситуацию с торговым центром «Зимняя вишня». Спасибо, Михаил. Это был наш специальный корреспондент Михаил Комодовский. Все эти дни он будет следить за тем, что происходит в Кемерове. Вторая важнейшая тема на сегодняшний день – это высылка около полутора сотни российских дипломатов из западных стран. Во вторник генсек НАТО Йенс Столпенберг заявил, что НАТО также высылает семь представителей российской дипмиссии и сокращает ее штат на десять человек. Однако при этом стоит отметить, что накануне не все страны Евросоюза поддержали решение об объявлении десятков россиян персонами нон-грата. Мои коллеги продолжат тему. 17 из 28 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия и Украина поддержали позицию Великобритании по делу Сергея Скрипаля и объявили о высылке сотрудников дипмиссии России. В общей сложности более ста российских дипломатов должны покинуть страны своего пребывания. Однако не все страны ЕС пошли на жесткие меры. Так, например, Бельгия, Португалия, Греция, Австрия и ряд других европейских стран решили пока не высылать российских дипломатов. Канцлер Австрии Себастьян Курс, в частности, заявил, что поддерживает общие меры, а именно отзыв посла ЕС, но хочет иметь с Москвой открытый канал для переговоров. Сама же Австрия, по его словам, нейтральная страна. В то же время депутат Европарламента Эльмар Брок не сомневается в причастности Кремля к делу Скрипаля и выступает в поддержку высылки российских дипломатов из стран ЕС. В эфире телеканала «ЦДФ» он заявил. В целом, достаточно ясно, куда ведут следы. И ведь это происходит не в первый раз. Некоторые русские также лишились жизни в Лондоне. Литвиненко, совершенно очевидно, был отравлен тогда плутонием. Его вероятный убийца заседает сегодня в Госдуме. Так что улик достаточно. Сообщается, что первые результаты независимых экспертиз вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, должны стать известны в ближайшие дни. Мнения по поводу массовой высылки российских дипломатов разошлись не только в ЕС, но и в Германии, которая занимает довольно жесткую позицию по отношению к Кремлю. Поговорим об этом сегодня с нашим парламентским корреспондентом и обозревателем Deutsche Welle Никитой Жолквером. Никита, особенно в последнее время часто говорили о том, что Москва стремится расколоть Евросоюз. Заявления, которые были сделаны целым рядом европейских стран во вторник о высылке российских дипломатов, это скорее доказательство раскола или все же сплоченности Европейского Союза? Что по этому поводу говорят в Берлине? Говорят разное. Но вот одну точку зрения на этот счет наиболее ярко и лаконично выразила сегодня газета Welt. Если президент Владимир Путин действительно несет ответственность, имеется в виду покушение на Скрипаля, то это означает, пишет газета, что одним банальным отравлением ему удалось расколоть ЕС и разжечь спор о том, как европейцам следует вести себя с Москвой. Но есть и противоположные оценки. Есть политики, которые напоминают о принятом единогласно резком заявлении саммита ЕС в прошлую пятницу, о довольно большом, несмотря на влияние России числе стран, принявших конкретные меры. И эти меры, то есть высылку дипломатов, они считают сигналом силы со стороны Запада, поскольку и Путин понимает, с их точки зрения, только язык силы. Никита, ну на лицо сейчас явная конфронтация, но даже Европейский Союз, когда выражал солидарность с позиции Лондона, говорил о том, что причастность Москвы наиболее вероятна, то есть о высокой вероятности говорилось, но никаких прямых доказательств не предъявлялось. Так вот, как же принимают страны такие решения, как высылка дипломатов, не имея прямых доказательств причастности России к отравлению двойного агента Скрипаля? Вот как считают в Берлине? Презумпция невиновности – самый расхожий аргумент тех, кто критикует решение о высылке дипломатов. Далеко не все, однако, считают, что этот принцип уголовного права вообще применим во взаимоотношениях между странами. А если убойного доказательства так и не будет, найдено, спрашивают они. Бездействие в такой ситуации равнозначно по пустительству. То есть речь идет фактически о реанимации схем реагирования времен Холодной войны. В противоположной стороне, в данном случае России, Запад демонстрирует решимость дать отпор. Показывает, насколько большими будут для Москвы издержки, если она будет продолжать такую все более агрессивную антизападную политику. Никита, спасибо. Конечно, не хочется верить в холодную войну снова. Напомню, что на связи со студией был обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер. Москва уже заявила, что предпримет ответные меры на высылку своих дипломатов. Мы следим за развитием событий. Подробнее читайте и смотрите на сайте А теперь к другим новостям этого дня. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг со страниц немецких газет принес свои извинения за утечку данных пользователей популярнейшей соцсети. Произошедшее он назвал, цитирую, «подрывом доверия». Еврокомиссию извинения Цукерберга не удовлетворили. Брюссель требует объяснений в течение двух недель. Подробнее о требованиях к Фейсбуку, а также о других новостях вторника в нашем обзоре. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова направила в Фейсбук запрос относительно утечки данных. Тем временем Марк Цукерберг, который был вызван британскими депутатами для дачи показаний, отказался явиться в парламент. Против интернет-гиганта развернулась компания с призывом «удали свой Фейсбук». Ряд компаний уже приостановили размещение рекламы в соцсети. За несколько дней капитализация Фейсбук упала на 58 миллиардов долларов. Брюсселю не удалось достичь компромиссов с Турцией на совместном саммите в болгарской Варне. Об этом заявил по итогам переговоров председатель Евросовета Дональд Туск. Брюссель критикует Анкару за задержание граждан ЕС, занятие сирийского Африна и газовый спор с Республикой Кипр. Перед встречей президент Турции Раджеп Таип Эрдаган подчеркнул стремление Анкары к полноценному членству в ЕС. При этом обвинил Брюссель в лицемерии. В Германии впервые запущено пробное движение автономных электрических микроавтобусов. Четыре машины со скоростью 12 км в час курсируют на территории клиники Шерете в Берлине. Аккумулятора хватает на 10 часов езды, а в салоне помещается до 12 человек. Первое время в автобусе будет находиться и оператор, но с декабря транспорт станет полностью автономным. В данный проект Министерство экологии Германии вложило более трех миллионов евро. Следующий шаг – электромаршрутки. Без пилотников можно будет вызвать на заказ через мобильное приложение «Такси Будущего» заберет клиента там, где он находится. О развитии событий ДВ Новости расскажут завтра, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин